Уже не один раз меня спросили о том, кто такой человек, который ведет YouTube-канал под названием Михаил Мах Геронда и выдает себя за православного священника. Это довольно известная в прошлом скандальная личность, бывший клирик Ивановской епархии, изверженный из сана Михаил Сергеевич Махов. В начале 90-х он выдавал себя за мага и экстрасенса. Это тогда было популярно. Вот, как вы можете видеть, проводил сеанс телепатической связи с представителем высшего разума. Представлялся членом международного братства магов, экстрасенсом. Затем он решил стать православным священником, и это ему, к сожалению, удалось. Увы, в Ивановской епархии при покойном архиепископе Амвросии подобные вещи случались не один раз, когда люди, очевидно, недостойные священного сана, оказывались рукоположны. В отношении конкретно Михаила Махова два священника, узнав о том, что он собирается быть рукоположенным в священный сан, написали письма заблаговременно владыке Амвросию с просьбой не делать этого и с достаточно пространным объяснением. Вот я зачитаю некоторые выдержки из одного из писем. Речь идет о Михаиле Сергеевичу Махове, бывшем директоре Родниковского дворца культуры «Лидер», о котором, как об авантюристе, все в нашем городе давно наслышаны. Ради своего благополучия он не гнушается ничем, используя любые течения, которых в избытке хватает в наше время. Далее указывается, что он был и кришнаитом, затем увлекся магией и целительством, не имея малейших медицинских знаний, ставил людям диагнозы, рекомендовал лечение, зарабатывал и поиском пропавших людей и вещей. Здесь же указывается, что популярность Махов на Ниве целительства не стяжала и пересох ручеек доходов от целительства, после чего он обратился в православие и сразу же зашла речь о его рукоположении в священный сан. Несмотря на такие предупреждения, вот это письмо было датировано от февраля 1993 года. Насколько я помню, уже в марте 1993 года Михаил Махов был рукоположен ладыком Вроси в Диаконский сан спустя месяц, в Ирийский сан. В конце того же апреля 1993 года он назначается вторым священником храма поселка Пистяки, а в октябре того же года становится уже настоятелем этого храма. Стоит отметить, что тогда же архиепископ Вроси рукоположил в Диаконский сан и сына, несовершеннолетнего сына Михаила Махова, Евгения, которому тогда было 15 лет и который, насколько я слышал, так и не приступал к исполнению диаконского служения и затем уже много лет спустя был запрещен в священном служении. Прихожане храма, в котором служил Махов, писали многократно письма на владыка Амуросию с жалобами на данного священника, указывая о том, что он забросил свои священнические обязанности в весьма значительной степени и использует получаемые на храм деньги для своих каких-то бизнес-проектов. Все это было еще в 2000 году. Владыка Амуросия отреагировал, сделал письменное внушение Махову, в котором указывал, что ему каждодневно приходят жалобы на него. Махов, однако же, отнюдь не внушился, но ответил достаточно грубо владыке Амуросию. И владыка Амуросия написал ему еще в 2001 году, кажется, что он нежелательное лицо в епархии. Однако же ничего предпринимать не стал в отношении него и оставил его уже как такое вот дурное наследство следующему архиерею Ивановскому владыке Иосифу. Владыка Иосиф назначил епархиальную комиссию, которая должна была исследовать состояние дел на приходе и, собственно говоря, деятельность господина Махова, который на тот момент являлся священнослужителем. По результатам этой деятельности глава комиссии дал рекомендацию о запрещении служения тогдашнего протеерея Михаила Махова. Однако же, несмотря на такие рекомендации, Махову еще давали шансы. И, в частности, 17 июня 2008 года Ипорхиальный совет принял решение освободить протеерея Михаила Махова от должности и назначить его настоятелем прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Шапкино Савинского района с категорическим запрещением заниматься коммерческой деятельностью. Это благословение Махов не исполнил. Из Пестяков, где у него уже был построен дом, он переезжать не захотел. После этого последовал указ о запрещении его священнослужения. Этот указ Махов также презрел и нарушил указанные там условия запрещения. И, наконец, было принято решение о лишении его сана. На это решение сам господин Махов подал апелляцию в Церковный суд. И вот, как вы можете видеть, было опубликовано решение Общецерковного суда по делу номер 0203-2010. Общецерковный суд Русско-Православной Церкви на основании резолюции Святейшего Патриарха, рассмотрев апелляционное заявление запрещенного клерика Иваново-Вознесенской епархии протеерея Михаила Сергеевича Махова на решение Епархиального суда Иваново-Вознесенской епархии от 27.04.2010 о извержении его из сана, а также материалы дела, заслужив участников дела, решил констатировать несостоятельность утверждений протеерея Михаила Махова о том, что его светская деятельность не наносила ущерба его пастырской деятельности, признать, что ряд высказываний протеерея Михаила Махова в сети интернет подпадает под действие правила святых апостолов 55-го, указываются здесь нарушенные им каноны, в связи с изложенным признать правомерность решения епархиального церковного суда Иваново-Вознесенской епархии об извержении сана протеерея Михаила Махова, оставить это решение в силе и направить его на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это опубликовано на официальном сайте Патриархии, как вы видите, и решения, принятые на заседании общецерковного суда, включая решение по Махову, вступили в законную силу. Соответствующую резолюцию об утверждении решений 29 ноября 2010 года подписал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поскольку господин Махов нередко вводит в заблуждение людей, в частности, в отношении собственной своей истории, и он продолжает утверждать, что якобы он не был лишен сана, а всего лишь находился под запрещением. Якобы никакого лишения сана не было, поскольку там нет документов. Вот здесь можете видеть, это официальный документ об утверждении Святейшим Патриархом резолюции церковного суда о лишении сана господина Махова. Рукоположение господина Махова в священный сан было ошибкой, но, к счастью, вот в 2010 году эта ошибка наконец была исправлена. И после этого, собственно говоря, воспринимать его как священника нет абсолютно никаких причин. Он лишен сана или, как у нас на Руси говорили, является растригой. Он больше не священник. Поэтому, когда меня тоже спрашивают, а вот смотрите, там вот священник, он там говорит то и все, говорит, что там жития святых, то есть сказки и так далее, это не священник. Его мнение, поэтому как-либо ассоциировать там с мнением православного священства, вообще с православием абсолютно нет никаких оснований. Поэтому, собственно говоря, православному человеку слушать господина Махова, воспринимать его как священнослужителя или вообще просто как авторитет в области православной веры, на мой взгляд, это совершенно нелепо. И не только потому, что он лишен сана за многочисленные канонические преступления, но и потому, что он неоднократно показывал себя как человек, который сознательно говорит ложь. В частности, можно посмотреть это на примере того, как он пытался скрыть свою экстрасенсорную деятельность. Так, например, комментируя ту самую афишу, зазывающую жителей на его сеанс, в июле 2009 года господин Махов пишет, это первоапрельская шутка сотрудников коллектива Дома культуры, директором которого он тогда являлся. Я действительно занимался этой темой и даже состоял в президиуме Совета инженерных обществ, который готовил этот вопрос к закону в Думе. И далее он заявляет, что ездил с лекциями, рассказывая о вреде обращения к экстрасенсам и показывая, что часть их возможностей заложена в нас самих. Эта афиша и была, по-видимому, передана одной из сотрудниц в 1993 году, обидевшейся, что я ушел в священники. Она сразу сильно заболела и еле выжила. Напечатана она к апрелю 1992 года. Это то, что господин Махов писал в 2009 году. А вот что он писал в 2012 году по поводу той же афиши. «Эта афиша больше других материалов наделала шуму в моем деле. Она фигурировала и на епархиальном суде. Все мои заверения, что я не имею к ней отношения, судьи, такие же священники, как и я, слушать не захотели. Объяснял я им и то, что занимался этими вопросами, но на другом, научном уровне, о котором я не могу рассказать, так как давал подписку ФСБ». Ну да, вот прям как в фильмах. Такие вот серьезные открытия сделал господин Махов в области научного изучения экстрасенсорики, что ФСБ пришлось взять с него подписку, ничего из этого не разглашать. Особенно, наверное, на епархиальном суде. Ну вот дальше самое интересное. Господин Махов пишет, «Я сам терялся в догадках, откуда взялась эта бельверда». Как вы помните, в 2009 году он точно помнил, откуда это была первоапрельская шутка, которую слила сотрудница, с которой потом произошли такие-то и такие-то беды за это. А в 2012 году он уже теряется в догадках и, честно признаюсь, грешил на то, что ее изготовил архимандрит Зосима Шевчук. И далее со ссылкой на анонимного человека, который раскрыл ему тайну появления этой афиши, господин Махов пишет о том, что якобы напечатал эти афиши игумен Виталий Уткин специально, чтобы его скомпрометировать. Кроме вот этих весьма примечательных расхождений между версиями 2009 и 2012 годов, Михаил Махов в данном случае делает вид, что будто бы только эта афиша является свидетельством его экстрасенсорной деятельности. Однако же это совсем не так, поскольку есть публикации из газеты «Родниковские рабочие» за то время. Вот, например, субботнее интервью и никакой мистики. Как уже сообщала наша газета, двое «Родниковцев» В.А. Воронкова и М.С. Махов приняты в Международное Братство Магов. Далее в интервью приводятся слова Махова. «Когда я занялся биоэнергетикой, и особенно после изучения древних индийских трактатов по йоге, я начал ощущать биополя некоторых людей». «А как вы вышли на Братство Магов?» Спрашивает корреспондент, и Махов отвечает, что вот мы в ДК открыли оздоровительный кабинет. В конце прошлого года в ДК выступал Александр Ичар, президент Русского отделения Братства Магов. Наше знакомство переросло в теплые дружественные отношения и так далее. Есть упоминания в сети о других материалах господина Махова за тот период времени, в которых он рекламирует экстрасенсорику. И некоторые говорят, что это было давным-давно. Но дело не в том, что было давным-давно, а дело в том, каков человек сейчас, что он делает сейчас. Поскольку человек, скажем так, мог бы признаться и сказать «Да, вот было, согрешил, виноват, но я давно покаялся, и все для меня осталось в прошлом». Но человек вместо этого продолжает лгать, изворачиваться. И это характеризует этого человека не о том, что он делал в 1993 году, а о том, как он ведет себя уже в наше время. Точно так же, как ранее он призрел и ущевание рукоположившего его архиерея, и указ о переводе в другой храм, и указ о запрещении священнослужения, он призрел и решение церкви о его извержении сана. И в 2015 году он выпустил ролик, в котором говорил следующее. «Братья и сестры, сегодня 18 ноября 2015 года. Я сообщаю, что возвращаюсь к своему священнослужению. Страна наша в тяжелом положении. Страна наша начала войну с мировым злом, со злом, которое претендует на то, чтобы полностью уничтожить христианскую цивилизацию. Президент наш находится в серьезном положении лидера, который возглавил эти силы. Мы ему обязаны помочь. Я же эту войну начинаю со своего священнослужения, которое возобновляю. Я присоединяюсь к молитвенному стоянию всех, кто сейчас стоит за мир во всем мире». Учитывая все это, на мой взгляд, довольно сложно воспринимать господина Махова как-либо всерьез. Но, к сожалению, находятся люди, которые воспринимают всерьез. И для тех людей из них, которые себя действительно считают православными, я записал это видео, чтобы люди не заблуждались и не воспринимали как священника того, кто им давно не является. В рамках своей публичной полемики с епархией, которую вел господин Махов в 2009-2010 годах, особенно интенсивно, были вскрыты и другие примеры введения господина Маховым людей в заблуждение. Но я не вижу смысла сейчас, что это ворошить. И ограничился только одной темой, на которой очень хорошо видно то печальное, душепагубное состояние, в котором пребывает этот человек. После того, как я записал это видео, Михаил Махов выпустил свое, в котором он убеждает своих подписчиков, что он не был лишен Сана, несмотря на все свидетельства и доказательства, которые я привел. Более того, Михаил Сергеевич, видимо, настолько привык дурачить мирян, которые не знают церковные порядки, что решил, что это и со мной пройдет. И он пришел ко мне и написал в комментариях следующее. «Отче, просто отправь мне указ патриарха или указ, подписанный патриархом о снятии с меня Сана, и я, возможно, перестану называть себя священником». Возможно, да? Возможно, и не перестанет. На что я отвечаю ему? На что я отвечаю ему? Что вот этим он может морочить голову только мирянам, которые не сведущи в данных вопросах. Якобы нужен некий указ патриарха, без которого решение Сана недействительно. Это очередная ваша ложь. Согласно положению о церковном суде Русской Православной Церкви, решение общесерковного суда вступает в законную силу с момента их утверждения резолюции патриарха Московского и всея Руси. Статья 49, пункт 2. Резолюцией, а не указом. Сообщение о соответствующей резолюции патриарха на решение суда о лишении вас Сана выложено на официальном сайте Московской Патриархии. В указанном положении о церковном суде также подробно описывается процедура уведомления сторон о наложенной резолюции. В течение трех рабочих дней со дня вынесения патриарха Московским и всея Руси резолюции по делу секретарь общецерковного суда вручает сторонам под расписку, либо же направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, подписанное председателем общецерковного суда уведомление, содержащее информацию о резолюции патриарха Московского и всея Руси или Священного Синода. Статья 49, пункт 4. Вот и все. Никакого указа патриарха еще раз не предполагается. Далее я указываю, что соответствующий документ о резолюции патриарха с утверждением извержения Махова и Сана секретарем суда был направлен в Ивановскую епархию, согласно упомянутой процедуре и, я уверен, самому Махову. Примечательно, что в последующей дискуссии он с этим не спорил, то есть он получил бумагу из суда с выпиской о резолюции. Далее я говорю о том, что если бы Махов действительно верил в ту чушь, которую он распространяет, ориентируясь на доверчивых мирян, а именно, что якобы указ о лишении его Сана – это фальшивка, нарисованная в фотошопе его врагами, то он бы затребовал у церковного суда подлинную копию резолюции патриарха, да еще и подал бы заявление по факту изготовления клеветнической фальшивки. Однако за 10 лет Михаил Махов этого так и не сделал, и все мы прекрасно понимаем почему. В ответ на это Михаил Сергеевич мне пишет Отец Георгий, почитайте устав РПЦ. Разве есть другой способ хотя бы объявить о снятии Сана? Я уже не говорю о дальнейшем праве клирика обжаловать это решение. Я отвечаю Махову, что туманные ссылки на устав ему здесь не помогут. Как раз таки в уставе РПЦ сказано, что компетенция и процедура судопроизводства высшего общецерковного суда определяются положением о церковном суде. Глава 9, пункт 22. А в соответствии с положением решение суда об извержении Сана утверждается не указом о резолюции патриарха. А стороны получают опять-таки не указ патриарха, а подписанное председателем общецерковного суда уведомление, содержащее информацию о резолюции патриарха. И прописанная в официальных документах процедура в отношении вас была в полной мере выполнена. И вы, говорю Махову, обращаясь в общецерковный суд с апелляцией, обжалованием суда низшей инстанции, тем самым признавали над собой его юрисдикцию и, соответственно, были обязаны подчиниться его решению. А то, что вы отказались это сделать, когда решение вам не понравилось и стали обманывать людей, изобличает вас как беспринципного и подлого человека. Чтобы доказать свою правоту, вам надо всего-навсего указать конкретную цитату из устава церкви, или положение о церковном суде, в которой бы говорилось, что без полученного на руки изверженным иссана человеком указа патриарха его извержения считается недействительным. Ну или что решение суда вступает в силу только после получения бывшим священником указа патриарха о его извержении. В ответ Михаил Махов пытается перевести разговор на то, что его сын служил в армии, и поэтому 10 лет назад опубликованные Ивановской епархией материалы о нем не во всем соответствуют истине. Но мне приходится снова возвращать его к самому главному. Михаил Сергеевич, при чем здесь служба в армии вашего сына? Мы говорили разве об этом, а не о том, что вы обманываете людей, выдавая себя за священника, хотя были лишены сана. Еще раз, приведите цитату из устава церкви в подтверждение ваших сказок про то, что пока лишенный сана не получит на руки некий указ патриарха, лишение сана не вступает в силу. Ну и, как вы догадываетесь, Михаил Сергеевич Махов не привел мне соответствующий цитат из устава церкви. Вот что бывает, когда шарлатан попадает на человека, который разбирается в тех вопросах, о которых идет речь. Ну а с Михаилом Маховым, я думаю, здесь уже все должно быть окончательно понятно.